В заречной части города на Чернышевского, 56, идет реставрация бывшего дома ремесленного приюта. Специалисты закончили работать со стенами, установили временную кровлю. Ход работ оценил мэр города Сергей Варапанов. Вся Вологда, начало 20 века, это в основном елка. А здесь все-таки уже сосна. И диаметр все 30, даже в среднем где-то 35 диаметр. То есть это довольно-таки крупный лес. Пришлось повозиться с таких. При разборке дома реставраторы определили, что для строительства использовались бревна диаметром от 30 сантиметров, длиной до 8 метров. Замену брусу нашли в Великом Устюге. И, конечно же, пришлось менять на идентичные, такие же бревна. Поменяли 40%, то есть нового материала. Остальное сохранилось подлинным. Часть подлинного материала мы протезировали, сохраняли, то есть сделали вот такие заделочки небольшие, как на катах показаны. В следующем году у нас должны будут закончиться основные работы, это все-таки фасады. Основная кровля будет, сейчас-то временная кровля будет уже, ну которая капитальная кровля. И будут продолжаться внутри работы. Восстановлением дома занимается компания «Вологодские реставраторы», которые воссоздали такие дома, как дом Дружинина, дом с лилиями и дом Извозчикова. «Чем дальше все-таки дом был от центра города, вот сколько работал в центре, вот даже дом, дом заседский, да, ее же постоянно поддерживали, то есть рамы меняли, обслуживали, полы переделали, а здесь в принципе ничего не делали. То есть дом-то до нас дошел практически в том виде, в котором он тронут. Да, и для нас, как для архитекторов, реставраторов, для нас это более интересно даже, работать вот на таких домах». Печи в доме были разобраны прежними домовладельцами. Специалисты планируют воссоздать хотя бы одну из них, чтобы вернуть зданию исторический облик. В то же время в доме сохранились деревянные наличники. Сейчас реставраторы очищают с них старые слои краски. «Стуктенно размягчаю слой краски и механическим путем просто его снимаю, аккуратненько, не повреждая древесину желательно. Нет тут много слоев, где-то три или четыре, но на все факты по-разному, как посмотрели». Дом построен в первой половине XIX века. В разные годы он принадлежал купцу Ивану Немирову и Вологодскому благотворительному обществу. В помещении размещалось ремесленное училище. В конце прошлого года реставрацией особняка занялся меценат из Великого Устяга Виктор Чучин. В восстановленном доме предприниматель планирует разместить несколько объектов, в том числе организовать музей. «У нас в Великом Устяге самый старинный пивоваренный завод, которому 143 года. На территории завода обнаружили массу красивейших старинных пивных бутылок. У меня более полутысячи таких бутылок разных заводов в Российской империи, но я продолжаю ее увеличивать». Площадь дома составляет почти тысячу квадратных метров. Реставраторы восстановят в первозданном виде два полноценных этажа, мансарду и утраченную пристройку, которая располагалась за домом. Во время разбора бруса специалисты нашли следы от балконов со стороны улиц Чернышевского и Некрасова. Их также воссоздадут. «Проведу просто небольшую аналогию между двумя домами. Вот этот дом и есть у нас на Гоголя 51, дом Гудина, бывшая музыкальная школа. Дома, скорее всего, строила одна строительная артель, потому что они практически идентичны по размерам и по оформлению фасадов. По размерам балконы на этом здании практически идентичны дому Гудина». Работы на объекте будут завершены уже в следующем году. Готовый дом станет изубрудно-зеленым, как и дом извозчиков, который находится через дорогу на улице Чернышевского. Его реставрацией также занимались вологодские реставраторы. «Интересная история этого дома. Наконец-то он попал в надежные руки. Я рад, что с каждым годом у нас все больше и больше появляется объектов, восстановленных объектов, почти утраченных даже уже объектов деревянного зодчества. Мы будем оказывать всяческую помощь любому предпринимателю, кто возьмется за такое непростое дело по восстановлению деревянного дома». Сейчас в Вологде по инициативе мэра города работает проектный комитет сохранения объектов культурного наследия деревянного зодчества. В обсуждениях по восстановлению деревянных памятников и преобразованию сирического облика Вологды принимают участие архитекторы, общественники, реставраторы и краеведы. Сейчас в перечень объектов деревянного зодчества входит около 120 зданий. Дарья Самодурова, Полина Салата, Игорь Алюшин, ВологДРФ